Известные со времен советского хоккея клубы Динамо Алтай, прежде мотор и пензенский дизель прежде никогда не встречались. А тут вдруг судьба свела их. Интерес к этой игре, конечно, повышен. Немного статистики. В 15 из 18 первых периодов этого сезона дизель не забрасывал ни одной шайбы. А в 12 из 18 еще и не пропускал. Динамо Алтай 2-1 А теперь о футболе. Череда поражений зависла над Динамо Барнаул. Белоголубые не выигрывают уже на протяжении четырех матчей. Игра против торпеда из мяса не стала исключением. Хотя футбол и был открытым, но сдулись наши первыми. За 45 минут игры болельщики увидели аж 5 забитых мячей. 3-2 вели гости. Болельщики надеялись, что и во втором тайме россыпь голов продолжится. Это случилось. Правда, ворота Динамо Барнаул. 2-5. Наша команда серьезно уступает в поединке и опускается на седьмое место из девяти в турнирной таблице. Проблема видна невроженным глазом, потому что в обороне у нас не разбериха, не от хорошей жизни у нас. Иван Житников играет в центре обороны. Поэтому это смена поколений. Как-то она спонтанно у нас получилась. Флорбольная команда Алтайского края «Ирбис» ведет борьбу за медали в чемпионате Новосибирской области. Напомню, флорбол – это хоккей в зале. Правда, вместо шайбы – мяч. Так вот, команда «Ирбис» после шести игр в турнирной таблице занимает третью строчку. Четыре победы и два поражения. Теперь вся интрига будет в последнем туре. Мы настраиваемся на последнюю игру. То есть через выходные также поедем в Новосибирск. Будем играть с командой, которая занимает второе место сейчас в турнирной таблице. Мы идем на третьем. То есть если обыграем эту команду, то мы встанем на второе место. Ну и, соответственно, со второго места будем выходить в плей-офф. Настрой у всех боевой. Каждую неделю тренируемся, готовимся. Думаем, что все получится. Порадуем своих болельщиков. И в конце о мини-футболе. Коллектив журналисты Алтая продолжает свое выступление под эгидой Алтайской краевой ассоциации мини-футбола. Настала пора зимнего сезона, где сотни команд поделились аж на 15 лиг. Акулы-пера в седьмой по силе. Но пока команду настиг игровой кризис. Две игры – два поражения. Исправить эту ситуацию парни постараются уже в это воскресенье в матче против Тартоли. Игра состоится в спортивном комплексе «Горизонт» в 20.00. Болельщики, мы вас ждем. Дмитрий Дроздов. День с толком. День с толком.